Добрый день, уважаемые друзья! У нас в гостях Михаил Крысенков, капитан и тренер команды Турции. Добрый день, дорогие друзья! У нас есть гостья Михаила Крысенкова, который гостин и капитан Туркишного национального team. На данный момент нам кажется, что команда Турции пока производит основную сенсацию турнира. Ваша команда сделала две ничьи с Россией и Украиной, обыграла Норвегию. Ваша команда сделала два матча с Россией и Украиной, и один против Норвегии, и США, и США, и Польшу. И сейчас команда играет один из центральных матчей тура против Китая. В чем же, если можно сказать, секрет такого пока на данный момент успешного выступления, сильного выступления вашей команды? Ну, надо сказать, что в последние годы, а можно сказать, уже больше десятилетия, шахматы в Турции последовательно развиваются. Ну, мы можем сказать, что в последние годы, даже в последние годы, шахматная федерация Турции нашла мощных спонсоров, которые поддерживают и национальную команду, и молодых талантливых шахматистов. Но, надо сказать, что, конечно, все не так просто, поскольку практически в Турции раньше почти не было шахматных традиций. Ну, а сейчас появилось много молодых талантливых шахматистов, достаточно сильных, и вот сейчас мы видим, так сказать, плоды этого развития шахмат за последние годы. Ну, посмотрим. Конечно, больших амбиций у нас не было перед этим турниром, просто ребята хотели играть в свое удовольствие и с сильными соперниками. Ну, и думаю, что они довольны тем, что они играют в таком сильном турнире. Ну, и, конечно, как они играют. Ну, мы увидим, что происходит в турнире. Мы не были большие амбиций, когда мы приехали. Плоды просто хотели, чтобы бороться сильными соперниками и сделать так много, как они могли. Но я думаю, что сейчас они рады, что в таких соревнованиях это не проигрывать партии. И результаты показывают, что самое важное в таких соревнованиях это не потерять игры. Что нам пока удается. Что еще не было. Команда играет с первым номером турнира со сборной Китая. Давайте посмотрим, что происходит на досках. So today your team is facing number one in the tournament team of China. So let's see what is happening at the boards. Ну, пока, конечно, трудно определенно сказать, что может произойти. Мне кажется, что на первой доске Драгон Шолок имеет определенную инициативу в Эншпиле. За пешку. Да, но сейчас вот последним ходом конь А5, видимо, пешка отыгрывается. А вот сдвоенные пешки на линеев. Это типичный элемент данного варианта. Так что тут я бы сказал, что они не очень влияют на... Не создают белым больших проблем. Очень интересная позиция. Давайте посмотрим вторую доску. Ну, здесь тоже белые пожертвовали пешку в дебюте. И, видимо, ее тоже в ближайшее время отыграют. Ну, вопрос заключается в том, сумеют ли черные за это время удачно развить фигуры. Ну, мне кажется, что черные должны справиться с трудностями. Ну, здесь мы можем видеть, что White также удачил пену в открытии. И скоро мы ее вернемся. И вопрос, если Black could manage to develop his pieces в последнее время. Но я думаю, что это должно происходить, и Black would overcome the difficulties. Уже всего 12 ходов пока. Все в самом разгаре, да? Ну, на третьей доске у белых преимущество двух слонов, у черных более активные фигуры. Трудно сказать. Я думаю, что если у белых есть какое-то преимущество, то минимальная позиция ближе равенства. Ну, на третьей доске у белых преимущество два бишопа, но черных более активные. То есть, если у белых есть какие-то преимущества, то минимальная позиция минимальная. И я думаю, что позиция близко к равенству. И доска номер четыре. Ну, здесь сложная позиция, обоюдоострая. Трудно сказать, у кого лучше. Мне больше нравятся позиции белых, но я не специалист от этого типа позиций, поэтому могу ошибаться. Время практически одинаково потратили здесь соперники. Ну, время пока что не имеет значения. Я думаю, что это уже, когда будет цветнота, ближе к цветноту, тогда будет важно. А пока может произойти... Это показания часов могут измениться. Ну, время не имеет значения до этого. Я думаю, что это будет важно, чтобы ближе к времени. И сейчас время может изменяться. Что показывает, время может изменяться. Спасибо. Вся партия интересная. Все еще, можно сказать, в дебюте. Ну, практически. Так что ждем итогов. Да, результаты очень часто определяются в глубоком Эншпире. Например, во вчерашнем матче с Польшей практически все было решено в глубоком Эншпире. Да, Эмриджан выиграл у Матоши Бартеля. Хотя при точной защите белые могли сделать ничьи. Ну, все игры в открытой фазе. И, конечно, все решено довольно часто в конце игры. Ну, пока, что хорошо, нет никаких дебютных катастроф. Михаил, спасибо за общение, за анализ. Если у нас есть вопросы, мы их задаем. Если нет, тогда спасибо. Вам удачи. Спасибо, Михаил. У нас есть какие-то вопросы? Если нет, то удачи. Спасибо. Спасибо большое.